Ребят, смотрим сюда. Есть боксерские школы, боксерские энциклопедии, где пишут, как надо вести бой с маленьких соперников, которые бьющие, напористые, как правило, они маленькие, они калинастые, бьющие такие, как такти, такого плана. Как мне надо боксировать? В энциклопедии боксерской все четко написано, держать его на длинных руках. Все, встречай. Думаю работать вторым номером, только вторым номером. Как работать с высоким соперником? Там написано, что его надо поджимать, резать углы, то есть не давать ему пространство, зажать его в угол и там избить. Ну, образом я говорю, так там написано. Понимаете, да? Вот моя школа, опять же, меня этому тренер учил, и я хочу вас этому научить. Есть проще способы, как зажать соперника высокого в угол и избить его, например. То есть, как легче с ним работать. Вот, например, он высокий парень. Смотрите, выше у него рука. Вот, вот, грубо говоря, он бьет лево, я так медленно делаю лево-право. Просто, смотрите, вот он лево-право. Вот, он меня, грубо говоря, встречает, я поджимаю, как вот в энциклопедии написано, да? То есть, вот, я поджимаю, он меня встречает влево-право, смещается. То есть, ну, бывает, что его даже, я пытаюсь там где-то махнуть, он уходит. То есть, я достать не могу. Я маленький, он высокий, мне тяжело его достать. Есть проще способ, как до него дотянуться и не зайти в ближний бой. Вот он машет руками, допустим. Я маленький, я оттягиваюсь на заднюю ногу, а передней ногой максимально, максимально близко должен к нему подкрасываться. Видите, я далеко отчунулся, поэтому меня не достает руками. Вот. А потом мне надо всего лишь навсего перенести весь тело с задней ноги на переднюю. И я всё, я уже в ближнем бою. Мне не надо резать дистанцию. То есть, это настолько проще, ребят, вот это всё сделать. Не надо мне ещё, говорят, резать, ловить его. А я вот, вот, подкрасываю ногу, перенес либо сюда, либо сюда. И я уже здесь, и здесь я уже начал его избивать в ближнем бою. Понял, да? Так работает с высоким соперником. Работает с низким соперником, вот сюда. С низким соперником, я выше. Вот, я его встречаю, он идёт, дает меня, дает. Я его встречаю, 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 встречаю. Но, в один прекрасный момент я предлагаю себя. То есть, я говорю, вот я, близко, пей меня. И он увидит, что он не может меня поймать. И я рядом нахожусь, чтобы сразу кинуть меня. Или боковым, или прямым, или любым. Сразу ударить, максимально сильно. Потому что я сам пришёл. Я просто проваливаю его и наказываю. Просто-напросто, вот, предложился, он бьёт. Я ушёл, наказал. То есть, он опять бьёт меня. Я ушёл, он говорит, опять встречаю, встречаю, встречаю. А то, оп, предлагаю себе, говорю, вот я, близко, бей меня. Он меня бьёт, я его проваливаю, наказываю. Ребят, сегодня, сейчас мы сделаем с вами. Ты равный бой с тенью своей стойки, вернее, на задней ноге. Предложить себя, работать назад. И наоборот, как вот. На передней ноге сидеть, то есть, работать больше назад. А потом уже совмещать. Предложил назад, сработал, назад еще. То есть, вольный бой. На передней ноге, как маленький, работаешь. Или как высокий, на задней, наоборот. Понимаешь, да? То есть, сейчас на три раунда боя с тенью. Очень важно. Проп.